Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. В правительстве озвучили предварительную сумму ущерба от паводков в Казахстане. Заместитель премьер-министра Канад Бузумбаев заявил, что по предварительным оценкам ущерб составил 53 миллиарда тенге. Правительство и руководители центральных и местных исполнительных органов каждый год говорят о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны. Но каждую весной ситуация повторяется. Паводки этого года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, считавшихся наиболее крупными за 30 лет. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия, отмечал сам президент Тукаев. По мнению депутатов, посетивших подтопленные регионы власти, знают, что паводок будет, но не готовится к большой воде. Есть страны, которые приняли меры по защите от цунами и вулканов, а у нас, в некоторых наших районах, нет даже простейшей лодки и водных ботинок, которые должны быть готовы, говорили мажористмены. Больше всего пострадали жители западных и северных областей. Вице-премьер Бозумбаев на брифинге в Кабмине показал детальную таблицу с именами спонсоров и размером оказанной финансовой помощи регионам, пострадавшим от паводков. Кроме того, часть денег перечислена фондом Демил и фондом Казахстана Халхана. Эти деньги в дальнейшем местные акиматы используют. Либо, как мы практикуем, напрямую предприниматели приобретают жилье, либо строят новое жилье, подключая местные строительные компании, сказал журналистом Бозумбаев. И главное, он озвучил сумму ущерба от паводков. Значит, по результатам обследования 9306 домов предстоит отремонтировать, то есть они годятся к ремонту. 8190 это аварийные дома и мы должны будем купить для людей на вторичном рынке 5714 домов и квартир. И построить 2576 домов по типовому проекту. В целом на восстановление жилья потребуется порядка 257 миллиардов деньги. Причем это как деньги спонсоров, так и деньги местного и республиканского бюджета. Деньги спонсоров и финансы из бюджета будут направлены на восстановление автодорог, линий электроснабжения и ремонт соцобъектов. Но журналисты заявили, что из регионов казахстанцы пишут, что, мол, покупают самое дешевое и не очень хорошего качества. Получается, в паводках люди потеряли свою мебель и утварь домашнюю, которая стоила гораздо дороже, а теперь получают очень дешевую. Насколько достоверна эта информация, поинтересовались журналисты у Бозумбаева. Зам. премьера пояснил, что покупать мебель и технику для пострадавших домов Акимат не должен. Все, что вы сказали, неправда. Точка. Значит, Акиматы не обязаны покупать мебель и технику. Точка. Если сейчас, значит, в сдаваемых домах ставятся мебель и технику, это за счет спонсоров местных дополнительные какие-то вещи ставятся. Поэтому Акиматы сами не покупают ни мебель, ни технику. Сами не приобретают ничего. Это только если спонсоры помогают местным. Бозумбаев также ответил, можно ли было предотвратить масштабные паводки в стране. Напомним, среди аргументов было, что вода пришла откуда не ждали. Что же тогда делают наши системы, Акиматы на местах, спросили журналисты у Бозумбаева. Даже если бы Акимы знали, что бы они сделали, ответил чиновник. Ну, например, успели бы какие-то аулы дамбами обваловать. Но вы должны понимать, вторгая, степная вода пришла, разлилась шириной в 30 километров, глубиной полметра, где-то полутора метров. Какой Аким может защитить, удивился чиновник. Ну, это просто нереально. Можно было бы только эвакуировать пораньше, скот вывезти на возвышенность и так далее. Он добавил, что даже в развитых странах не могут предвидеть стихийные бесы. И привел в пример паводки в Китае, Европе и Бразилии в этом году. Однако чиновник признал, что система прогнозирования у нас слабая. Но другой вопрос, что система прогнозирования паводков у нас очень слабо работала. И президент страны дал нам поручение, что до конца года мы разработали систему прогнозирования и реагирования на такие стихийные бедствия, как паводки. В общем, 33 тысячи семей получили господдержку после паводков в Казахстане в размере 100 мрп. На общую сумму более 12 миллиардов тенге. Общая сумма спонсорства составила более 250 миллиардов тенге. Деньги пошли на жилье пострадавшим от паводков. В списке спонсоров, бизнесмены и фонды. Но проблема в том, что практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений, текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов. По крайней мере, чиновники сделали еще одно обещание. В Ауржанше Ахмед Ахмедяр Ильяса, столичное бюро ТДК-42. Проблемы с электроснабжением испытали жители Уральска. Без света остались более 4 тысяч абонентов нескольких районов города. С чем связаны перебои с подачей электроэнергии и как решают проблему, узнавали наши корреспонденты. Проблема с электричеством возникла 24 июня в таких районах города, как рынок Караван, Айгуль, школа номер 31 и 4 микрорайон. Без света остались более 4 тысяч абонентов. Наибольшее число отключений зафиксировано в районе рынка Караван и школа номер 31, где без электричества остались 2423 абонента. В районе Айгуль аналогичная проблема коснулась 1316 абонентов. А в 4 микрорайоне, где проблемы наблюдаются уже два года, без света остались 8 домов на 643 абонента. Света нет со вчерашнего дня. У нас люди возрастные, маленькие детки. Но нельзя без света. Это просто большая проблема. Живем как в каменном веке. Ну что это такое? Примите, пожалуйста, меры. Вчера приехали, опять раскопали целую траншею. Вчера абсолютно ничего не делали. Сегодня приехали, опять же, то же самое сказали, что нужно больших вложений, нужно менять кабель. Денег нет. Кое-как сейчас соединили. Возможно, что дадут свет, но это опять ненадолго. Отключение затронуло как жилые дома, так и социально значимые объекты, что вызвало серьезное беспокойство среди жителей. Как сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, проблема с электроснабжением связана с аварией на электрических сетях. Специалисты объясняют ситуацию, что все дело в старых подземных электрических кабелях. В итоге без электричества остались 4 330 абонента, но запказ с реком в тот же день в час сорок немедленно было восстановлены все аварийные кабеля и линии. Восстановление данных электрических кабелей планируем в три часа сегодняшнего дня. Представитель жилищно-коммунального хозяйства призывает жителей сохранять спокойствие и терпение. Он заверил, что они делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Альбина Жекенова, Айбулат Жагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Более 260 пожаров произошли с начала года в Западно-Казахстанской области. Из них около 150 в жилом секторе. Об этом сообщили специалисты областного департамента по ЧАЭС. Одни из последних возгораний произошли в один день на территории района Батирека и областного центра. Подробнее о них расскажут наши корреспонденты. В настоящее время на территории Западно-Казахстанской области наблюдается высокая пожарная опасность. В результате чего регистрируются новые случаи возгорания. Так, на Уральском заводе «Зенит» в одном из помещений вспыхнул пожар на общей площади 50 квадратных метров. Специалисты отметили, что с места происшествия был эвакуирован один человек. В 24 июня текущего года в 15 часов 47 минут на полчаса 1 поступило сообщение о возгорании по адресу города Уральска, улица Сайших, 28, территория Уральского завода «Зенит», где в законсервированном двухэтажном цеху между первым и вторым этажом горело перекрытие на общей площади 50 квадратных метров. На ликвидацию пожара было задействовано 64 человек личного состава и 17 единиц техники. С места пожара было эвакуировано один человек. Пожар удалось ликвидировать в 16 часов 33 минуты. Пострадавших нет. Еще один пожар произошел в селе Чувашинское районо Байтирек. Пламя охватило частный жилой дом, который практически полностью уничтожило жилье. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На ликвидацию пожара было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 1 часов 33 минуты. Жертв и пострадавших нет. С начала года на территории области произошло 963 пожара, из которых 149 в жилом секторе. В этой связи, впрочем, жители и гости области неукосительно соблюдать меры безопасности. Напоминаем, что ваша безопасность и ваших близких – в ваших руках. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймура Джагапар, телеканал ТДК-42. В Октюбинской области многодетная семья второй раз лишилась единственного крова в результате пожара. В частном доме почти завершили ремонт и планировали справить новоселье. Но теперь супруги с пятью детьми вынуждены жить на пепелище, так как сдавать жилье большому семейству многие отказываются. Лейла Уесова встретилась с погорельцами. В селе Баурластар целая семья осталась на улице. Их дом полностью сгорел. В огне потеряли новую мебель, ковры, посуду и бытовую технику. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Супруги пытаются понять, как такое могло произойти. Ведь два года назад они уже пережили страшный пожар в новом доме. «Тогда причины пожара назвали короткое замыкание электропроводки. Благодаря добрым людям мы собрали деньги на ремонт. В этот раз опять все сгорело дотла. Пожар вспыхнул днем. Когда дети ушли с бабушкой, дверь они не заперли. Подозреваем, что кто-то проник в дом и нарочно устроил поджог». В семье пятеро детей. Трое старших учатся в школе. Самой младшей дочери исполнилось три года. После пожара семья переселилась в старый сарай. Многодетная мама пытается держать себя в руках. Но удается это с трудом. Ни у детей, ни у родителей не осталось одежды. Пользуются тем, что дали родственники. Одними из первых помогли соседи. Они приносят горячую еду и чай. Ситуация усугубляется тем, что у главы семейства проблемы со здоровьем. У Жамбулата вторая группа инвалидности по зрению. Есть угроза, что из-за нагрузки на другой глаз мужчина может полностью ослепнуть. Он берется за любую работу, чтобы прокормить большую семью. Жена трудится поваром в кафе, но накопить им никак не удается. Все заработанное уходит на продукты. Супруги пока не могут понять, как жить дальше. Пожарные нам сказали, что в этот раз и газ, и электропровода у нас в порядке. Мы написали заявление в полицию. Нашелся свидетель, который указывает, что за полчаса до пожара видела одного человека возле нашего дома. Мы сами тоже считаем, что этот человек причастен к случившемуся. Что на самом деле стало причиной пожара, теперь выясняют в рамках досудебного расследования. В полиции не исключают, что дом многодетной семьи действительно мог уничтожить некий недоброжелатель. По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть умышление и уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, то есть пожаротехническая и строительная экспертиза по установлению причины и ущерба, причиненного пожаром. Многодетной семье тяжело найти съемное жилье, поэтому погорельцы мечтают восстановить сгоревший дом. На ремонт потребуется несколько миллионов, однако такой суммы у семьи просто нет. Поэтому супруги надеются на волонтеров и неравнодушных граждан и рады сейчас любой помощи. Лайла Уэс, Вожимар Тадайбергенов, телеканал ТТК 42, Октубе. Факт хищения в закату имени Жангирхана не подтвердился. Об этом сообщил председатель правления и ректор университета Оскар Наметов. Напомним, Генеральная прокуратура начала расследование по факту хищения 55 миллионов тенге, выделенных в УЗУ осенью прошлого года для проведения научных исследований на тему распространения особо опасных заболеваний. Но ученые учебного заведения провели соответствующую работу без получения патента. В сентябре 2023 года было возбуждено дело о хищении средств. 29 декабря вышло решение о прекращении досудебного расследования. Правоохранительные органы и аудит изучили и проверили документы. Никакие средства не были потрачены зря. Хотелось бы добавить, что также проводилась проверка еще одного научного учебного заведения. Но расследование также не подтвердило факт хищений. Мангисталские школьники проводят летние каникулы в этнолагерях, созданных на берегу моря. Места отдыха для детей оборудованы в казахском стиле с целью популяризации национальных ценностей среди подрастающего поколения. Чем занимаются дети в этнолагерях, узнавали наши корреспонденты. В спортивной площадках Шикурской школы-лицея Тубкараганского района летом стала этно-аулом. Здесь установлена юрта, ребята играют в ассах, занимаются борьбой и стреляют из лука. Этнолагерь «Балбулах» в этом году посетили 250 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Они выбирают один из кружков для посещения, чтобы углубиться в познании различных направлений, таких как национальный спорт, ремесло, творчество и казахские традиции. «Здесь весело. Вчера мы учились играть на дамбре, а сегодня рисовали. Особенность лагеря в том, что каждый день мы изучаем разные вещи». «Здесь мне очень понравилось. В будущем хотелось бы самой делать такие красивые браслеты». Ещё один этнолагерь расположился в Ахтау. Здесь дети также изучают национальную культуру. Сегодня они переоделись в национальные костюмы, учатся рисовать на холсте, изготавливать декоративные изделия из верблюжьей шерсти. По словам педагогов, в этом году на отдых приехали около 200 учеников. Подавляющее большинство – дети из малообеспеченных семей. «На сегодняшний день в нашей области за городом функционируют три лагеря. Все они начали свою работу. В государственном лагере Балдаурен есть свои требования к детям из неблагополучных семей, нуждающихся в социальной поддержке. Ежегодно из областного бюджета обеспечивается отдыхом 300 детей». В трех лагерях на Каспийском побережье в прошлом году летний отдых провели 1400 школьников. В этом году их посетили более 1200 детей. Также по области открыты этнолагеря при 86 школах. Учителя работают совместно с сотрудниками полиции и МЧС для обеспечения безопасности, особенно во время купального сезона. В Уральске прошел семинар-тренинг для работников СМИ. Спикерами выступили известная телеведущая Гульна Салемгирей и опытный мобилограф Дон Салауатов. На мероприятии были обсуждены актуальные темы, в том числе особенности работы журналистов в эпоху цифровых технологий. Подробности в сюжете. Как известно, 28 июня отмечается День работников СМИ. В связи с этим по области проводится ряд мероприятий для специалистов отрасли. Одним из таких мероприятий стал семинар-тренинг, на котором специалисты делились своим опытом. Со словами поздравления выступила руководитель Управления общественного развития Западно-Казахстанской области Баженар Шукеева. Она отметила, что СМИ играют ответственную и важную роль в жизни общества. Средства массовой информации сегодня приобретают особый статус, особую роль и находятся в динамичном своем развитии. Хочу поздравить всех журналистов с профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья. Хочу выразить огромную благодарность за то, что вы во время паводка всегда были с нами и помогали донести до населения оперативную, объективную информацию о принимаемых мерах государством и оперативным штабам области. В ходе мероприятия были награждены ряд сотрудников СМИ, в том числе директор телеканала ТДК-42 Рустам Машарипов. Наградой также удостоился журналист Гайса Галейса и так. Представитель СМИ выразил слова благодарности за поздравления и отметил, что работа СМИ направлена на укрепление единства страны. «Спасибо, Ассамблей народа Казахстана, за награждение. Мы очень благодарны. Мы все должны трудиться во благо единства народа, и каждый из нас вносит и продолжает вносить свой вклад в это дело. Поздравляю всех своих коллег с праздником, достигайте цели и добивайтесь новых высот». Отметим, на сегодняшний день в области зарегистрировано более ста СМИ, из которых активно действуют около пятидесяти. Кроме того, 17 собственных корреспондентов выводят новости региона на республиканский уровень. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурат Шагапар, телеканал ТДК-42. В Уральске прошли интеллектуальные соревнования между представителями средств массовой информации. Мероприятие собрало журналистов, редакторов и других работников масс-медиа из различных изданий и телеканалов региона. Как прошел квиз и кто стал победителем, расскажут наши корреспонденты. В интеллектуальном соревновании приняли участие семь команд руководителей Управления общественного развития Западно-Казанской области Гуджанар-Шукеева. Заместитель Акима города Уральск Арсен Губашев. Директор телеканала Ахжаек Клара Камбетова. Главный редактор областной газеты при Урале Токтар Габрешевич пожелали кандидатам удачи. В честь праздника День СМИ среди всех областных средств массовой информации проходит игра в квиз. В городе мы проводим разные мероприятия до 28 июня. В конце всех соревнований пройдет итоговое мероприятие. В нашей области 152 представителя СМИ. Роль СМИ в республике играет большую роль, так как она связывает народ с госорганами, представляя народу качественную информацию. Журналистов с нашей области знает не только наш регион, но и республика – это огромная гордость. Дулату Жасупгаливу, руководившему интеллектуальным соревнованием в необычном формате, было нелегко задавать неожиданные вопросы сильным журналистам региона. Но игра прошла занимательно и продуктивно. Главной целью интеллектуального конкурса стало укрепление взаимодействия и сплочение представителей СМИ области. Телеканал ТДК-42 принимает активное участие в квизе ко дню СМИ. В прошлом году наша команда заняла первое место. Мы и сейчас надеемся на победу. Программы и вопросы очень интересные. Коллегам желаем удачи и благодарим организаторов. Организаторы достигли своей цели. Победителем стала команда «Ахжаек Айнаса» телеканала «Ахжаек». Второе место занял Тиректинский районный коллектив газеты «Тиректежанал Ахы». А бронзовую медаль завоевали собственные корреспонденты республиканских телеканалов. Альбина Жекенова, Айбулат Жагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Вопросы трудоустройства молодежи затронем 26 июня в программе «Время говорить» в прямом эфире в 19.30 на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи.